Информационную картину дня представляют журналисты телеканала «Первый Карагандинский» в студии Полина Малюкова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Только за этот отопительный сезон на Тимиртаусской теплостанции ТЭЦ-2 зафиксировано 30 технологических отказов. Глава региона Женеска-Сымбек с рабочим визитом посетил город Металургов. За последние сутки спасатели Карагандинской области выезжали по тревоге 18 раз. 11 на тушение пожаров и горений, 6 на проведение аварийно-спасательных работ. Коневоды Карагандинской области просят о помощи. Уже два года они не получают субсидий на кобылье молоко. Только за этот отопительный сезон на Тимиртаусской теплостанции ТЭЦ-2 зафиксировано 30 технологических отказов. Температурный режим в Тимиртау нарушался в течение 16 дней. Глава региона Женеска-Сымбек с рабочим визитом посетил город Металургов. В конце прошлой недели жители города Тимиртау на себе ощутили последствия самой серьезной аварии на теплостанции за весь отопительный сезон. Сразу три котла вышли из строя. Температура теплоносителя резко упала, а вкупе с морозной метелью это привело к стремительному похолоданию в квартирах горожан. Не случайно Акимобласти начал визит в Тимиртау с посещения станции ТЭЦ-2. Мы понимаем, что ТЭЦ работает уже больше 40 лет. Первое теплоэлектричество дало в 1972-1973 году. Есть просто обыкновенная усталость, усталость и материала, и активов. Поэтому необходимо обновление. Ежегодные ремонты, к сожалению, мы видим из года в год, не решают проблемы стабильности работы предприятия. Отмечено, что только за этот отопительный сезон на ТЭЦ-2 зафиксировано 30 технологических отказов. Температурный режим в городе нарушался в течение 16 дней. Глава региона отметил, что строительство нового седьмого котла необходимо завершить в нынешнем году. Будем наставить на том, чтобы в этом году свою инвес-программу поменяли и внесли изменения в части завершения проекта по седьмому котлу. Без реализации этого проекта мы не видим стабильного будущего при прохождении отопительных периодов 22-23, 24-й и так далее годы. Также Женя Сахасымбека волновал и другой вопрос коммунального характера – строительство хозфекальной канализации в соцгороде. Стоимость проекта – 2 миллиарда тенге. Часть денег выделена, и в этом году в районе будет решен вопрос с водой. Водопровод проведут к 1100 домам. Строительство канализационных сетей по срокам завершат на следующий год. В том году у нас выделено на начало проекта 40 миллионов тенге. В этом году на завершение 700 миллионов тенге выделено полностью на завершение проекта по водоснабжению домов частного сектора старого города и соцгорода. Порядка тысячи домов будет с водоснабжением. Проверил Акимобласти и городские стройки. В Темиртау сейчас возводят два арендных дома на 216 квартир. В планах приступить в этом году к строительству еще 257 квартир для стоящих в очереди на жилье. В Темиртау не только строят, но и благоустраивают дворовые площадки и меняют неработающие лифты. По плану должны привести в порядок 23 двора и столько же подъемников. В завершение рабочей поездки по приглашению городских активистов Акимобласти посетил ледовый корт, созданный местными жителями при содействии Акимата Темиртау, и осмотрел общественный транспорт. Местный автопарк закупил 22 новых автобуса. И к другим новостям. Более половины медицинских организаций страны в изношенном состоянии. Большинство из них в Акмолинской, Североказахстанской и Восточно-Казахстанской областях. В стране разрабатывают механизм всеобщего охвата медицинской помощью, расширяются возможности поликлиник. О перспективах развития сферы здравоохранения на заседании правительства доложил Алексей Цой. Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все слабые стороны в сфере здравоохранения. Проблемы обслуживания пациентов и первичной медико-санитарной помощи. Главными недочетами глава Минздрава назвал низкое качество услуг, очереди и дефицит специалистов. На уровне ПМСП требуется совершенствование подушевого финансирования. Не полностью завершена цифровизация. На сегодня обеспеченность интернета медицинских организаций ниже района уровня составляет 84,2%. А также интеграция медицинских информационных систем. Имеет место недостаточность кадрового потенциала, социальные гарантии и низкая заработная плата. Слабая инфраструктура и оснащение. Так имеется износ и отсутствие объектов ПМСП в ряде отдаленных сельских населенных пунктов, а также медицинское оборудование. Износ зданий организации первичной медико-санитарной помощи в стране составляет 55%. В Карагандинской области по сравнению с другими регионами все не так плохо. Только 44,3%. Решают эту проблему строительством новых поликлиник. Согласно перспективных планов развития инфраструктуры, здравоохранение в 2020 году планировалось строиться в 197 объектов амбулаторно-поликлинических организаций. Построено 63, не исполнено 134. В Алматинской области 75 объектов, Туркестанской 15, Карагандинской 10, Актюбинской 8, Казардинской 9. Объекты ПМСП обеспечены более 1,5 миллиона единиц медицинской техники. При этом оснащенность составляет 76,6%, а износ – 49%. До 2026 года в Казахстане построят 487 центров ПМСП на сумму 87,7 миллиарда тенге. Уже в этом году должны завершить медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и поликлинику. Капитальным ремонтом охватят 600 объектов. Для развития кадрового потенциала в здравоохранении продолжается работа по повышению заработной платы медицинским работникам, квалификации специалистов. Так, в текущем году планируется обучить более 11 тысяч специалистов, в том числе 35 за рубежом. При этом в этом году выпуск специалистов медицинских вузов составит более 5 тысяч человек. При этом порядка 3 тысяч будут направлены для работы в организации первичной медико-санитарной помощи. Дефицит врачей ПМСП составляет 2540, в том числе на селе 848 врачей. При правильной организации социальной поддержки можно закрепить кадры на местах и снять вопрос дефицита кадров. По словам министра, массовая вакцинация, масочный режим и дистанцирование обеспечат стабильную эпидемиологическую обстановку в стране. В течение 2021 года планируется привить более 6 миллионов человек. Отслеживать иммунный статус будут с помощью сервиса «Егофмобайл. Вакцинация» и паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы». Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Модульные фельдшерско-акушерские пункты будут строить в селах Карагандинской области. В ближайшие два года они появятся в 32 населенных пунктах региона. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на аппаратном совещании в режиме онлайн. В Карагандинской области упор делают на улучшение медицинского обслуживания на селе. Такое заявление в ходе аппаратного совещания сделал главный врач области Ержан Нурлыбаев. Разработан проект по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов для обслуживания сельчан. В ближайшие два года они появятся в 32 населенных пунктах. Первый обещают построить в селе Кертендэ Нуринского района. За последние три года было открыто шесть поликлиник в густонаселенных районах городов Караганда и Тимиртаум с соблюдением принципа шаговой доступности. Это позволило разукрупнить территориальные участки и сократить число прикрепленного населения на одного врача общей практики до норматива регламентированного государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан. Кроме того, возросла доступность медицинской помощи для населения, что можно проследить по увеличению потребления амбулаторно-поликлинических услуг за последние три года на 12%. В среднем это порядка 500 тысяч видов медицинских услуг ежегодно. В прошлом году в районах отремонтировали 10 объектов здравоохранения. В рамках ГЧП открылись сельские центры гемодиализа в Сакаровском, Абайском и Каркаролинском районах. Также развивается дистанционная медицина. Для привлечения специалистов строят служебное жилье. В прошлом году квартиры с мебелью и бытовой техникой получили 159 медицинских работников. В ближайшие два года планируется предоставить более 300 квартир молодым врачам. Мы, как руководители регионов, должны обеспечить им нормальные бытовые условия, для того, чтобы они могли профессионально свою деятельность осуществлять и обеспечивать сохранение здоровья населения. Моя и ваша обязанность, как Акима, обеспечивать их бытовыми условиями. Молодым специалистам предоставлять, в соответствии с законодательством, жилье. Обеспечивать нормальную медицинскую инфраструктуру. Обеспечивать ремонты, оборудование и так далее, и так далее. Также отмечено, что в этом году из бюджета увеличили финансирование покупки нового оборудования для сельских медицинских организаций. Выделено более трех миллиардов тенге. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Казахстане продлили срок регистрации автомашин из Армении. У казахстанцев есть время до 1 марта 2022 года. В Министерстве внутренних дел отметили, что в Казахстане на учет поставлено более 20 тысяч авто, везенных из Армении до 1 февраля 2020 года и соответствующих условиям регистрации. В прошлом году у многих владельцев так называемых армянских машин возникли объективные причины, которые не позволили им зарегистрировать свое авто. Это и сложности при пересечении границы, связанной с пандемией, и невозможность провести испытания переоборудованных автомобилей. Кроме того, ряд машин фигурирует как залоговое имущество в уголовных делах по финансовым пирамидам. Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых является добросовестным покупателем, ограничено в пользовании в связи с расследованием уголовных дел по финансовым пирамидам, так как их транспорт является залоговым имуществом в ломбардах микрокредитных организациях и на него наложено следственное обременение. Учитывая эти проблемы, правительством 27 февраля принято решение о продлении сроков регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года. Принято соответствующее постановление номер 104. Таким образом, гражданам Казахстана, владельцев автотранспортности, зарегистрированных в Армении и везенных в нашу страну до 1 февраля 2020 года, представлено дополнительное время для решения вопросов постановки на учет своих автомобилей. Кроме того, проходят установленные межгосударственные процедуры об освобождении от налоговых обязательств в Армении владельцев таких автомобилей, прошедших регистрацию в Казахстане. Эти меры направлены на исключение двойного налогообложения. По официальным данным, в Казахстан было ввезено более 170 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Белоруссии и России. Андрей Дэн, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. За сутки со 2 по 3 марта спасатели Карагандинской области выезжали по тревоге в 18 раз. 11 раз на тушение пожаров и горений, 6 на проведение аварийно-спасательных работ. Спасено 2 человека. Вчера в микрорайоне Шахтерский 4 человека отравились угарным газом. Угарный газ распространился сквозь щели в кирпичной кладке дымохода. В итоге пожилая женщина, ее дочь и две внучки отравились угарным газом. Женщины почувствовали запах дыма и стали проветривать помещение. Но к этому времени девочки успели надышаться опасным газом. Сейчас они в больнице в состоянии средней тяжести. Взрослые от госпитализации отказались. Произошел 1 марта в городе Караганда в микрорайоне Шахтерский. Из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления на твердом топливе. В частности, из-за щели и неплотности в кирпичной кладке дымохода получили отравление угарным газом 4 человека. Стоит отметить, что угарный газ в разы опаснее горения. Ни дыма, ни огня. Понять, что в доме бесцветный газ можно только с помощью специального датчика. Такие приборы установили почти в 3000 домов уязвимых слоев населения. Если в воздухе содержится более 1% угарного газа, после вдоха данного вещества летальный исход может наступить после 2-3 минут. Отравление угарным газом можно избежать, если в доме полностью перед отопительным периодом была проведена работа по ремонту печей. Печи были полностью отремонтированы, подготовлены. А также можно для профилактики использовать автономные сигнализаторы или датчики угарного газа. С начала отопительного сезона от угарного газа погибло 2 человека. 25 травмированы. Статистика неутешительная. С 1 сентября в жилом секторе произошло 518 пожаров, что на 15% больше, чем в прошлом году. Погибло 28 человек. Основными причинами пожара в зимний период являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. Это 44% от общего количества произошедших пожаров. В сравнении в этом году произошло 88 пожаров, в прошлом году 49 пожаров. Следующее – это нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. От общего количества всех пожаров – это 32%. В текущем году было 64 пожара, в прошлом – 24 пожара. Предупрежден, значит, вооружен. Спасатели, полицейские, волонтеры и представители Акиматов регулярно встречаются с населением. Чтобы напомнить о технике безопасности, состоялось свыше 64 тысяч подворовых обходов частного сектора. Проинструктировали 176 тысяч человек. Раздали 193 тысячи памяток. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Фермеры просят о помощи. В сложной ситуации оказались коневоды Карагандинской области. Уже два года они не получают субсидий на кобылье молоко. Мидит Мамраев занимается коневодством уже семь лет. На его конюшне 50 лошадей, 20 из которых – дойные. Чтобы получать качественный кумыс, круглый год требуется немало усилий и затрат. Однако с прошлого года производителю приходится обходиться без господдержки. Когда дуем, кобыл дуем, надо хорошо кормить, хорошо питаться они. А корм сейчас нынче дорогой. Пять месяцев они на откорме стоят. Мы на улицу не можем пустить. Именно в Карагандинскую область бюджет почему-то не выделили средства. А когда Алматинская область получает эти субсидии именно на кобылье молоко. В Карагандинской области перерабатывается кобылье молоко на двух заводах. Производят кумыс и сухое молоко. Литр сырья стоит около 400 тенге. Только в одном же на Аркинском районе каждый год производят около 4000 тонн национального напитка. Фермеры делятся, что без субсидий держать дойных лошадей становится невыгодно. Но и мясное направление, считают производители, требует поддержки. По тех, кто сокращается, интерес пропадает. Понятно, сколько сейчас продают. Две с половиной. И сто деньги с килограмма – это принципиально, чтобы получать эту субсидию? Мы тоннами сдаем. В Управлении сельского хозяйства напоминают о действии программы развития АПК. По ней субсидируют лишь приоритетные направления. И коневодства в этом списке нет, так как оно считается низкозатратным. Сейчас субсидии будут выплачиваться за селекционную работу. За производство и переработку кобылевого молока с прошлого года за счет местного бюджета субсидируется. Но на сегодняшний день для этого денег нет на местном уровне. По всей области субсидии выплачивают по 16 направлениям. Только за прошлый год 6 тысяч сельхозпроизводителей получили поддержку на 20 миллиардов тенге. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о спорте. Карагандинский университет имени Букетова – бессменный лидер уже семи студенческих спартакиад на призы Акима области. В регионе подвели итоги ежегодного 15-го турнира. Соревнования прошли в онлайн-формате, но усилия и достижения юных спортсменов вполне реальны. Каримжан Шамшиев – второкурсник Медицинского университета Караганды. Это его первая, но точно не последняя спартакиада. Юноша выступал в президентском многоборье. Подтягивался, стрелял из автомата и участвовал в лыжных гонках. Несмотря на то, что многие виды соревнований были онлайн, все же мы смогли достичь результатов и думаю, что в следующий раз займем первое место. За победу боролись 8 университетов Карагандинской области. В команде каждого вуза по 43 человека. Количество участников внушительное, поэтому соревнования решено было провести в онлайн-формате. Каждый выступал на своей площадке с видеофиксацией. Соревнования провели, думаю, хороший результат. То, что все участники остались довольны, все было. Никаких свидетельств, можно сказать, не было. Все участнице, все хорошо, все прозрачно прошло, думаю. Принимающей стороной в этом 15-м сезоне стал университет имени Букетова. Примечательно, что вуз уже в седьмой раз подряд становится лидером турнира. На втором месте с небольшим отрывом – медицинский университет. Бронза – УКЭУ. Отличившиеся участники получили медали, дипломы и ценные призы. Полина Малюкова, Оман Кужанов, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» одержал победу в матче со столичной командой «Снежные Барсы». 2 марта в Нурсултане прошел повторный матч двух команд. Итог встречи – 0-3 в пользу карагандинцев. В очередной раз карагандинские хоккеисты доказали свое лидерство. И хоть во второй игре голов было не так много, как днем ранее, голки «Персараарки» Жакин Ибрагимов вновь оставил ворота в неприкосновенности. Все три шайбы в калитку хозяев площадки были равномерно распределены в течение трех периодов. В первой 20-ти минутке шайбу забросил Иван Безруков. Во втором периоде автором гола стал Михаил Рахманов. И третью шайбу под занавес матча забросил Артем Воробьев. Сегодня, конечно, второй матч уже и физически посложнее было, и «Снежные Барсы» ребята так доставляли нам проблемы. И начало игры у нас неудачно сложилось. Если вчера оно было у нас удачное, мы не удалялись. У нас два удаления подряд, ошибки защитников. Это сразу, даже первые 10 минут, скажу, принц инициатива была на стороне молодой команды, барсов. Сегодня, я говорю, сегодня было совсем по-другому уже. И видите, такая 2-0, такие качели на предыдущем матче. То есть, вот, и победа нам сегодня далась гораздо сложнее, чем вчера. Сегодня команда перестроилась, молодцы, сыграли более, я бы так сказал, более нагло, более по-спортивному. И, ну, по крайней мере, я сегодня, мы все сегодня игрой, в общем-то, ну, тренерский штаб игрой довольны. Ребята молодцы. Поэтому в таком же, если в таком же ритме будут работать, дай бог, в общем-то, двигаемся вперед. Хоккейный клуб «Снежные барсы» завершил свое выступление в республиканском чемпионате. А вот карагандинская «Сарарка» досрочно вышла в плей-офф. И осталось сыграть еще 4 игры в регулярном чемпионате. 5 и 6 марта болельщики увидят свою команду на ледовой площадке «Караганда-арена». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. «Снежные барсы» Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский.